Мама, я понимаю? Я люблю ваших детей. Я не понимаю вообще откуда это. Да хотя все понятно. Папа всю жизнь за рулем, с детства учил ездить. Мама тоже всю жизнь за рулем. Мама даже беременна мной была, за рулем ездила. Это последняя вообще. Почему не самая приехала рожать? Ну что ты, ау! Где ты? Камон, подождет! Мы что, горим? Это интересный автомобиль. И было бы, наверное, все хорошо, но ломается эта сука каждый день. Она красивая, дерзкая, наглая. И она белого цвета. Эта машина стоит почти 10 миллионов рублей. 8 тачка, двушка тюнинг. Когда я был на презентации этого автомобиля и приглашали только сверхкрутых чуваков, я чувствовал себя полным лохом. Потому что я пришел снимать на телефон и вот что я увидел. Это электрическое, это электрическое. Давай, открывайся. Но они должны это вместе делать. Давай. Давай. Что такое? Мы слявались. Но на самом деле этот обвес, это вообще беспонтовая штука вообще. Беспонтовая, потому что она прибавляет и так громоздкому автомобилю еще больше громоздкости. Но может быть, он из-за этого такой красивый? Сотка. Огромное количество систем на этом автомобиле. В принципе, все то же самое, что было и в старой машине. За исключение того, что здесь новая система мультимедиа. Уродливо работающая, конечно, но внешне она очень стильная и красивая. Крутой панорамный люк. Мне очень нравится. То, что тут кожаное все мне тоже нравится. Да и вообще, вот мне все нравится. Вот все, что я трогаю в этой машине, мне все нравится. Оно очень прикольное и замечательное. Но есть одно. У этой машины за 35 тысяч километров амортизаторы меняли несколько раз. Подвеску с рычагами перетряхивали несколько раз. Бензонасос сгорел. Впрыском были проблемы. С электрикой были проблемы. Правая сторона просто полностью отключилась. Вся оптика, все фары с правой стороны просто все взяло и погибло. Все выключилось. Машина постоянно тусуется в сервисе. То по одной ситуации, то по другой ситуации. Постоянно. Сломался. Даксан! Погнали! Его тормозят по на силу! С точки зрения внешности и того, что в салоне, альтернатив нету вообще. Нету таких красивых машин. Эта машина действительно красива. А в обвесе она просто становится уникальной. Да, она комфортная. Да, она мягкая. Но она неуправляемая. И на большой скорости вы эту машину не остановите. И какой бы ас не был бы за рулем, он не вырулит. Никакую ситуацию на этой машине не вырулит. У этой машины есть система старт-стоп. У нее достаточно старое, не очень красивое, примитивное меню. Но при этом крутой дисплей. Хотя крутость, ну просто новая галочка, новая технология. Пассажир может ехать и смотреть фильм, например, DVD. А водитель этого видеть не будет. Потому что с одной точки зрения на монитор одна картинка, а с пассажирского сиденья другая. Все. Вот все фишки заканчиваются на этом, с этим автомобилем. Ну вот, рассказывать кучу, кучу, кучу дебильных абсолютно функций, которые в принципе есть вот в этой Mitsubishi, которая, сука, ездить не умеет. Не вижу смысла. Вот каждая букашка пытается, каждая какашка пытается под него залезть. Потому что он белый и не вызывает агрессии. У нас работает закон большой черной машины. Вот один встал на Mitsubishi. Вот что ты, сука, встал? Управление рулевое. Вот мы едем на скорость 40 км в час. Вот типа она поворачивает. Она для своего большого веса поворачивает. Для лохов она выглядит, конечно, нормально.